здравствуйте друзья вы на канале china inspect сегодня у нас в обзоре новинка от huawei это недавно анонсированный в россии телефон среднего сегмента honor 10 lite по цене около 200 долларов мы получили его неделю назад и уже смогли хорошо изучить давайте посмотрим стоит ли он те самые 200 долларов готовы поехали давайте посмотрим что в этой коробке как я уже говорил я пользовался этим телефоном неделю и вот постарался упаковать как все было изначально первое конечно же это что я увидел это был телефон вот такой вот он он был в этом резиновом чехле дальше здесь же идет бесплатный резиновый чехол качество так себе но сразу говорю что он мне пару раз помогал то есть без чехла телефон достаточно легко можно выронить он скользкий а вот с чехлом в руке он надежно сидит качество я как я уже сказал так себе но спасибо производителям хотя бы за это дальше пару инструкций как обычно как обычно иголка для sim карты и зарядка на 5 вольт 2 ампера и шнур micro usb в общем то это и все пару слов о внешнем виде первое что бросается в глаза это большой красивый дисплей с небольшой челкой для фронтальной камеры по краям со всех сторон совсем небольшие рамки и если не надевать чехол то появляется ощущение что тебя в руках только дисплей приятно выглядит задняя панель сделана из стекла на черной версии не сильно заметно но есть градиент черного цвета с градациями если вот убрать вот эту наклейку то на задней панели остается только логотип фонар и надпись и ай камера которая подчеркивает то что фуауэй используют софт интеллектуальной обработки фотографий своего собственного производства сверху два объектива основной видеокамеры и видео вспышка чуть ниже посередине сканер отпечатка пальцев расстроило то что хуауэй поставил разъем micro usb а не тайп си хотя телефон и поддерживает быструю зарядку но тайп си как-то поновее выглядит по перспективнее они стали производители избавляться от аудио разъема в погоне за влагозащитой и оставили стандартное гнездо три с половиной она снизу так что обладатели проводных наушников радуйтесь есть еще производители кто не бегут за последними тенденциями и думает еще о нас в общем то и все кроме одной странной детали гнездо для sim карты вы sim карты и флешки расположена сверху и возле него есть выход голосового динамика когда я устанавливал sim карту воткнул иголку именно в голосовой динамик я аж побледнел когда подумал что сломал свой новый телефон даже не успев его еще включить к счастью не сильно надавил так что у нас полностью функциональный телефон в обзоре так будьте осторожны те кто будет покупать этот телефон размер телефона 154 и 8 на 73 64 на 7 95 миллиметров вес 162 грамма телефон получил дисплей 6,21 дюйма и как я уже говорил он занимает почти всю переднюю поверхность поэтому хотя размер экрана очень внушительный но он не смотрится громоздко и очень хорошо лежит в руке разрешение экрана 2340 точек на 1080 что соответствует стандарту full hd плюс соотношение сторон 19 и 5 на 9 экран покрыт два с половиной до стеклом в продаже есть три версии телефона с четырьмя или шестью гигабайтами памяти оперативной либо 64 и 128 гигабайтами постоянной памяти дополнительно вы можете установить micro sd объемом до 512 гигабайт а за младшую модель вы отдадите около 200 долларов за среднюю около 245 а за старше 275 за работу устройства отвечает восьмиядерный cpu от huawei это kirin 710 с четырьмя быстрыми ядрами cortex a 73 по 2 и 2 гигагерца и еще четырьмя более медленными ядрами cortex a 53 по 1 и 7 гигагерца каждая графику обрабатывает процессор mali g51 с технологией gpu turbo он хорошо справляется с большинством игр на средних и высоких настройках звук неплохое мне сложно оценить его с профессиональной точки зрения но как обыватель могу сказать что и проводные наушники и наушники bluetooth выдавали хорошее звучание мне понравилось за автономность отвечает аккумулятор объемом 3400 миллиампер часов если не забивать телефон огромным количеством приложений фоне телефон честно отработает сутки и больше в начале он пришел батареи заряжены на 40 процентов это как обычно я установил на него пару приложений и так проходил с ним до вечера следующего дня это очень приятно удивило работает это устройство под android 9 версии с оболочкой от хуавей и мю ай 9.0.1 снимки с телефона оставляют о себе приятное впечатление основная камера оснащена 13 мегапиксельной оптикой с апертурой 1.8 настройках есть 22 пресета сцен в 90 процентах случаев система правильно определяет обстановку и выставляет оптимальные параметры так что до интеллектуальная обработка фотографии и камера от хуавей работает хорошо фронтальную камеру оснастили 24 мегапиксельной оптикой с апертурой 2.0 для съемки селфи в портретном режиме получается красивые фотографии с размытием бука в настройках фото достаточно много параметров но ничего уникального и стоящего отдельного упоминания параметры видео тоже достаточно стандартная плюсом мы отнесем режим full hd с частотой записи 60 кадров в секунду а к минусам то что при видеосъемке с рук нет даже простейшей программной стабилизации это сильно заметно при любом движении даже с включенной системой интеллектуальной обработки а жаль могли бы хотя бы немного сгладить чтобы можно было пользоваться камерой в движении хотя картинка получается насыщенным купив этот телефон вы получаете вполне приемлемое качество съемки для пользователей которые любят контролировать качество фото есть система ручной настройки я попробовал снимать ночные сцены на тех же параметрах которые ставятся автоматически но у меня получилось хуже чем включенной функции интеллектуальной обработки фотографий так что и камера действительно помогает за неделю использования у меня были разные эмоции поначалу я был приятно удивлен дизайном и качеством телефона он совсем не выглядит как телефон из среднего сегмента все-таки он по виду ближе к флагманам но тесты antutu показали что он не входит 150 по производительности что слегка меня огорчило неделя прошла и ощущения опять стали положительными не знаю что в нем притягивает он просто хороший качественный за свои деньги я бы сказал идеальный телефон есть одно но если у вас нет необходимости в 120 гигабайтах постоянной памяти то мне кажется нет необходимости брать версию 6 гигабайтами оперативки так что можно смело брать минимальную конфигурацию в офисных приложениях телефон с четырьмя справится хорошо а в играх на максимальных настройках ему не даст раскрыться процессор в игре players unknown battleground телефон не дал возможности поставить качество графики на максималку так что 6 гигабайт вам просто не пригодятся берите минимальную комплектацию за 200 долларов и не будете знать горя но это мое личное мнение если вы думаете иначе обязательно оставляйте комментарии а на этом у нас все подписывайтесь и следите за нами в соцсетях пока